Каждый день сюда обращается около 30 человек. На протяжении нескольких месяцев фонд защитники Отечества помогает семьям участников СВО, а также самим бойцам. Напомним, подобные центры начали свою работу по всей стране с 1 июня. С этого момента в Алтайское отделение поступило уже почти 5000 обращений. Здесь помогают в трудоустройстве, реабилитации, оказывают юридическую поддержку. У нас сегодня есть свой юрист, который уже работает постоянно на приеме с 9 утра до 18 вечера. Так как мы работаем по формату одного окна, у нас здесь присутствует и медэкспертиза, МФЦ, и психологи работают, работа России. Другими словами, фонд призван координировать работу различных ведомств, что облегчает жизнь посетителям. Сам центр находится в Барнауле, но сегодня почти в каждом районе края есть представитель фонда. Если это семья погибшего, у них на первый план становится психологическая помощь и поддержка. Если приходит семья раненого бойца, тут в первую очередь идут технические средства реабилитации, это и помощь в протезировании, это адаптация жилых помещений. Если это военнослужащие, которые сейчас в данный момент пришли в отпуск, это в первую очередь медицинское обследование, какое-то лечение. В последнее время много обращений было связано с льготным поступлением в ВУЗы. Также решают вопросы по детским садам, школьному питанию. Большое внимание, по словам сотрудника фонда, здесь уделяют реабилитации бойцов. Членам семьи организовывают походы на спектакли и концерты. Очень важна и помощь психолога. Когда случается горе, когда человек находится в состоянии неизвестности, когда у близких неизвестно, непонятно, где они, что с ними. И люди иногда не знают вообще, куда можно пойти, кто окажет помощь. И вот здесь, в общем-то, можно прийти и получить ее. Также фонд ведет работу с автошколами. Родственники погибших бойцов могут пройти курсы вождения, оплатив всего около 2000 рублей. Сегодня так уже обучаются близкие трех участников СВО. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.